Добрый день, дорогие друзья! iKezus, Таганка и MacBook Pro 15 с дисплеем Retina. Вот он такой, стоит рядом вместе с MacBook Pro 2011 года. В принципе, вот так вот, конечно, невооруженным взглядом различия можно и не заметить. Пока мы, допустим, не сделаем вот так и не увидим, что эта пятнашка, одна из самых тонких пятнашек на рынке и, в принципе, можно смело называть ее одним из самых интересных предложений. Да, вот, например, сбоку... Давай закроем, наверное. Сбоку этот MacBook очень тонкий и, конечно, не знаю, в видео или на фотографиях это не так видно, но на деле он воспринимается как эдакий Air. Чуть-чуть потолще. А можешь прям торец показать? Чуть-чуть потолще. Давай с Air сравним с 1. Да лучше, мне кажется, вот, давай положи, наверх просто. Или вот там возьми. Вот, допустим, с 15-дюймовым ноутбуком, с 15-дюймовым MacBook Pro прошлого поколения. Вот, снизу, соответственно, старый, сверху новый. Здесь же можете посмотреть, как изменилось расположение портов. В MacBook Pro 15 светина используется с MagSafe 2 разъема. Второй. Да, вот так вот он тут выглядит. Соответственно, вот это вот второго поколения, вот это вот первого поколения. Оба, конечно, на магнитах, оснащены световым индикатором, ну и внешний вид самого блока питания никак не изменился. По поводу портов, ну, можете сами посмотреть, вот как здесь все организовано на левом торце. Вот вид справа. Вот вид справа. HDMI есть. Есть, соответственно, здесь для карты памяти еще один USB разъем и, как вы можете заметить, отсутствует оптический привод. Да он, в общем-то, и не нужен, потому что в наше время большинство пользователей все берут из сети. По поводу других изменений. Ну, как можно заметить, если у старого кнопка включения была вот здесь вот, то у нового она находится вот здесь вот. Отсутствует надпись MacBook Pro. Опять же, вот это вот старый, вот это вот новый. Расположение других элементов не изменилось, то есть это такой же большой тачпэд с поддержкой Multi-Touch. Экран. Ну, экран очень впечатляющий и, там, я не знаю, чтобы его оценить, нужно, наверное, все-таки посмотреть вживую, потому что видео это особо не передаст. Выглядит прекрасно. Это, соответственно, американская версия и пока в России доступны только такие официальные поставки, когда будут, непонятно. Не можем ничего предполагать. На сером рынке цены сейчас составляют сколько, Саша? Не знаю. Не продаем. На сером рынке, ну, где-то в районе 100-120-140 тысяч, но я бы не особо рекомендовал брать такой ноутбук, потому что вы можете просто не получить гарантию в случае чего. Давайте еще покажу, наверное, что тут внизу. Тут находятся динамики, ну, ножки традиционно для любого ноутбука. Apple. Алюминиевый корпус, соответственно. Чтобы его сейчас не поцарапать. Хотя, в принципе, вот этот вот здесь материал и алюминий он чем-то обработан, так что, ну, вот, например, если взять... да не, на самом деле очень похоже, потому что вот этот ноутбук я таскаю в рюкзаке. И здесь очень часто появляются всякие потертости, но с ними все очень просто, да? Там буквально протер какой-нибудь тряпочкой и все ушло. Вот можно посмотреть, насколько новая пятнашка тоньше, чем ноутбук прошлого поколения. Давайте подключим блок пятнашка. здесь, соответственно, Макс Эйк 2, он точно такой же, как первый по... ну, то есть, примагничивается к разъему и вы его всегда легко можете вот так вот извлечь. Световой индикатор горит зеленым, значит, происходит зарядка. В комплекте только ноутбук, в комплекте еще есть блок питания, документация, там, по-моему, тряпочка для того, чтобы протирать дисплей. Эта модификация какая, ты говоришь? 8 гигабайт памяти. Да. Ну, сейчас мы посмотрим об этом Mac. Установлен процессор Apple Core i7, 8 гигабайт оперативной памяти и... А сколько здесь SSD? А, ну да, давай. Хранили еще. Ну да. Флеш-накопитель на 256 гигабайт. Разрешение монитора 2880 на 1800 точек, 15,4 дюйма, два графических адаптера, ну, то есть, там есть процессор Metal HD 4000, который работает вот в обычном режиме, например, вот таком. И, соответственно, вторая видеокарта подключается, когда вы берете и подключаете, вернее, запускаете игры. Например, вот есть здесь версия Diablo 3, подготовленная специально для этого дисплея, то есть, адаптированная для Retina версия для Mac. А сейчас подключен к сети, да? Ну, мы можем запустить все. Сейчас запустят. Вот мы запускаем Diablo 3, специально адаптированная для MacBook Pro 15 Retina Display. Сумасшедшее разрешение, здесь настройки 2880x1800. И сразу оговорю, что сразу все настройки у нас на высоком уровне. Мы сделали по максимальному для того, чтобы показать, насколько производитель на это устройство. Так, пароль в воде я не буду показывать. Вот пока можете посмотреть iMac, пришедший к нам из глубины веков. Вполне себе работает, до сих пор служит компания iKezus. Ну, вот, собственно, здесь Diablo 3. Сейчас подвод загружается. прекрасно себе играется. На максимальных настройках. На максимальных настройках, без притормаживаний. Хотя они есть, может быть, но... не существенно играть можно. Ты далеко прошел-то или ты вообще не играл еще пока? Немножко прошел. Игра хороша, как раз скоротает время. Ну, в общем, да, очень радует то, что сделали специальную версию оптимизированную для таких экранов. Причем, кстати, все версии, которые здесь есть, Blizzard, пускай, а можно вот с этого очпада нормально играть или все равно мышку лучше подключить? Лучше мышку. Но с ним тоже можно играть неплохо. Графика выглядит очень хорошо, но я не знаю даже, как это показать здесь. Все бликует. Ну, в общем, выглядит все равно клево. Я только первый игра из этой леники. Еще есть StarCraft тоже с максимальным разрешением. Да, давай. Третий, Max Payne третий. Давай, StarCraft, давай запустим. StarCraft, по-моему, не самопроизводительная игра, но... производительная. В любом случае. Там все настройки тоже стоят на максимуме. А, это второй StarCraft. То есть на полном максимуме, да. Слушай, а он, соответственно, тоже адаптирован под маг. Под ретину. Уже видишь, сразу загрузил заставку, наносимое разрешение. Давай, вводи пароль свой. А я пока покажу колонки Bose или еще что-нибудь. StarCraft. Меню. Настройки. 980-1800, 1800, трифины. Ультра, 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 включено, ультра, высокое. 3D, ультра, ультра, модели. Угу. Тоже высокое, максимальное, все максимальные настройки стоят. улучшить ничего нельзя. Вот, все выстроено с помощью. Так, ну, допустим, один игрок. Ну, против искусственного интеллекта. Угу. Поехали играть. Да. Какой же он тонкий, Он и тонкий, и легкий, но, несмотря на это, ну, сами можете видеть, да, что здесь может происходить. на этом ноутбуке. Конечно, кто-то из вас наверняка придерется к тому, что это не самые, не знаю, какие-то производительные может быть игрушки, но... Так, и что? Кажется, лучше мышку подключить, но, тем не менее... Все летает. Тем не менее, все летает, приближается, и это прекрасно. Угу. 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 Давай кого-нибудь это сейчас захватим быстренько. Вообще, этот компьютер в деле подходит под игр. Все самое интересное впереди. Ну, ты же понимаешь, что здесь, на самом деле, этот ноутбук прекрасно подходит для того, чтобы работать с фото, работать с графикой, работать там, не знаю. За такие деньги он подходит для всего. Если для работы с документами, то мне вполне хватило бы, вот, например, и там, пятнашки с i7 прошлого поколения, хотя на ней тоже, в принципе, можно вот и играть там, и делать другие штуки. Но, если у вас есть деньги, и вы привыкли выбирать лучшее, то этот ноутбук действительно, наверное, такое ультимативное и довольно-таки нишевое решение. Но оно нишевое решение в том плане, что дорогое. А насчет спроса, то даже в США сейчас, если его поедете, то вряд ли вы его купите. Просто по той причине, что в магазинах не найдете. Продаются только по предзаказам сейчас, и желающих очень-очень много. Давай, ладно, выключай. А, подожди, да. Вот, что-то происходит. Стряслось. Такуй ты, собака. Сутулая. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Вот так вот. Ладно, короче, давай выходи. Я думаю, что это была хорошая демонстрация. Сейчас покажу самое интересное. Подожди. Больше про ноутбук вы сможете почитать в обзоре. Вот. А пока на этом мы прервемся. Макбук про лети на дисплей. Еще раз будем знакомы. Ну, яблочко светящееся, естественно, никуда не делось.